ну вот сегодня google выставил такую заставку у вас наверное что-то другое у нас сегодня такая интересная картинка каждый раз меняется как вы знаете связи с чем сегодня гугл решил нам напомнить о бретцеля кстати напишите известно ли вам это название слышали ли вы его в россии и транслят официально переводит это слово как крендель вот я не совсем уверен так ли выглядит для россиян или для русских крендель в любом случае так это переводится а в германии это называется бретцель всем известный бретцель его в некоторых местах германии по-разному называют но в основном вот это классический его вид сегодня кстати в одной из крупных газет я почитал такой спор многолетний спор забавный когда немцы выясняют как должен выглядеть бретцель вот он должен выглядеть как справа или как слева то есть вот эту толстую часть справа сверху называют животом иногда такой лопнувший и немцы бесконечно спорят должен быть живот вверх или живот вниз ну вот здесь как вы видите это типичные такие вывески перед пекарнями бретцель самый любимый в этом смысле элемент здесь как вы видите можно увидеть и живот кверху и живот снизу считается вот эти маленькие такие завиточки если смотреть сейчас на бретцель слева то это своего рода ручки которые так сверху ручки которые переплетаются и некоторые считают что это вид еще и сердца на то есть вот если как вид слева то это повторение сердца либо как многие говорят кто-то углядывает в этом лицо забавную физиономию два глаза и рот вот например как на этой фотографии вот некоторые считают и даже есть такая легенда что первый пекарь который изобрел бретцель он хотел в смешном виде изобразить своего шефа вообще первые упоминания о бретцель они уходят глубоко в историю первое изображение найденное энциклопедии хортуса в 1160 году и считается что изобрел его пекарь из города бат урах с тех пор бретцель укоренился и вот уже столько веков никто от этого продукта отказываться не собирается это я считаю очень замечательно когда есть такой национальный продукт буквально корнями уходящим в историю и все его любят начиная от детей и кончая стариками абсолютно всем насколько я знаю в тесто кажется добавляется пиво хотя я не уверен но у него такое интересное эластичное тесто по крайней мере вот эта корочка она не хрустящая а именно эластичная и классический бретцель он выглядит именно так то есть посыпанный солью вот такой кренги я например не люблю бретцель с солью и очень многие люди не любят для меня это должен быть вот такой вариант без соли и с маслом бретцель лично я предпочитаю есть с маслом вообще это типично для употребления вот этого продукта есть вот так это выглядит то есть вдоль разрезается мажется маслом закрывается сверху и часто можно в таком же виде его купить в магазине то есть уже помазанный маслом вот здесь на картинке как вы видите еще между бретцелем вставляют там сыр и колбасу и салат но это уже я считаю такое своего рода извращение есть бретцель с сыром например как здесь или посыпаны разными зернами например вот как здесь тыквенными косточками полцовуховыми семечками с кунжутом и так далее это уже такие варианты а вообще бретцели делятся на две части на соленые и сладкие вот на этой картинке справа это сладкие бретцели они такие пышные и мягкие их в основном едят дети и их не всегда можно встретить в магазине они только по сезону почему-то появляются потом исчезают а вот обычный бретцель его можно встретить в любом городке в любой деревушке ну практически везде не знаю насчет всего остального но бретцель вы найдете в германии всегда он на самом деле гелиб то есть одно из любимых кушанных да еще у американцев я знаю он тоже есть и я не уверен что это их изобретение но как и хот-дог бретцель пришел в сша из германии конечно ну почему сегодня google решил напомнить нам о бретцеле вот такая классическая картинка стол посыпанный мукой и значит сам крендель причем просмотрите несколько раз там в момент когда его закручивают не такое-то простое это движение не каждый сможет его повторить вот именно с такой скоростью как показано в этом маленьком ролике а дело в том что сегодняшнего дня начинается как наверное вы может быть знаете если не знаете то я вам сегодня сообщаю знаменитый октобер фест это ну известная на весь мир мероприятия связанная с концом сбора урожая и большим празднованием по этому поводу таком типичном баварском стиле ну по крайней мере так октобер фест представляется во всем мире что это свойственно только баварии но на самом деле октобер фест справляют по всей германии например моей земле точно также сейчас любую к найпу вы пойдете очень много предложений на выходные постоянно люди собираются и идет такой всеобщий такой гушбан именно связи с этим брецель потому что помимо того что всем известно на октобер фест приходят выпить как следует ну и съесть специальную закуску вот сейчас здесь на картинке это опять же классическая еда для октобер феста вот она обычно с такими на фоне или с баварским флагом голубые и белые клеточки что туда входит в этом меню конечно хороший круг пиво брецель обязательно и белые баварские колбаски вот эти белые колбаски это входит в комплект они всегда подаются вот важный такой элемент с сладкой баварской горчицы не с горькой а сладкой и и приготавливать обычно дома очень много домашних рецептов по этому поводу но если вы идете покупать это где-то то обычно это брецель две колбаски а если это у кого-то дома происходит то обычно ставят такую большую кастрюлю специальную и там эти колбаски находятся но и бесконечно в течение там обеда или вечера вытаскивают оттуда эти теплые колбаски мастерство заключается в том чтобы их подогреть но не переварить для того чтобы они не лопнули сок должен остаться внутри лопнувшие белые колбаски мы уже забраковываются поэтому вот важно чтобы они были такие теплые но и обычно вот этого хватает чтобы людям на естся потому что самая главная цель это конечно на октобер-фесте как можно больше выпить и это не просто выпивание пива а это конечно традиция это очень много музыки игр различные там проводятся конкурсы дамы лотереи это всегда танцы это в общем весело если вы не были вы конечно приезжайте не пожалеете я знаю что в основном кто хочет что-то сказать против германии там выискивают фотографии там валяющихся пьяных или там кто-то писает куда-то в кусты но на самом деле в реальности все не так плохо там есть достаточное количество туалетов сейчас современные туалеты вот в прошлом году мы были они уже с моющимися там унитазами само моющимися и действительно чисто хорошо и прилично люди приходят туда отдохнуть и если там что-то случается в конце дня то это действительно единичный случай в основном будет такая теплая обстановка будет очень много радостных улыбающихся людей немцы вообще народ который может хорошо работать ну и я скажу хорошо отдыхать еще что характерно октобр фесту я думаю стоит конечно сказать но вы все и так это знаете может быть это вот такая форма одежды типичное платье которое девушки одевают на октобр фест и это не только на октобр фест это вообще принято для байрон это платье называется диндл такое смешное название но по-моему очень симпатичное платье и туда приходит каш не только выпить ну и посмотреть на красивых женщин кто-то спрашивает или пишет постоянно если в германии красивые женщины на мой взгляд конечно же есть и их много и даже я скажу ну по мне лично кажется что в германии самые красивые женщины ну вот посмотрите фотографии их особо не выбираю не знаю каких-то совсем уж страшных я здесь не нахожу но особенно в этих симпатичных платьях такой полудекольте в общем смотрится всегда здорово ну и парни тоже есть такой дресс-код в плане одежды это вот в таких вот ледохоза то есть кожаные штаны клетчатая рубашка и худ шапка такая вот шляпа обычно классическая шляпа с пером или по-разному вот как вы здесь видите это различные клубы украшают там свои шляпы или значками или перьями но в основном это именно кожаные шорты это гольфы специальные ботинки иногда жилет иногда просто вот такая клетчатая рубашка кстати купить настоящий классический костюм баварский вот в плане именно комплект на да это стоит очень дорого только мужской костюм стоит это 300 400 евро ну и женское платье тоже вот здесь например это свадебные фотографии то есть там в баварии принято даже этот наряд одевать вот в самый торжественный день вообще на улицах баварии вы встретите просто вот так одеты гуляют гуляющих людей не связано ни с каким праздником на выходные или там на маркт куда-то выходят это считается нормально это никто не воспринимает это как-то дико что ли потому что вы там это встретите на каждом шагу практически в любом баварском ресторане официантки будут одеты именно в диндл только что есть диндлы праздничные красивые есть обычные обиходные я считаю что это здорово по моему где-то в украине вот мне прислали фотографии там тоже некоторые ходят по улице там вышиванках и так далее но все-таки как-то в бывших странах снг это меньше мне кажется принято а здесь это именно принято такая одежда носятся с гордостью это часть традиций и мне кажется это замечательно ну и понятное дело что теперь две недели будет лица пиво рекой будет очень много шуток будет очень много юмора много танцев много песен люди будут отдыхать после сбора урожая вот такая тема надеюсь кто-то из вас собирается приехать на октоберфест запланировал в этом году или планирует в следующем году поезжайте ну как говорится я думаю что это одна из самых типичных вещей связанных с германией если вы являетесь поклонником этой страны этой культуры обязательно стоит один раз осенью приехать сюда но если вам далеко до октоберфеста то не страшно налейте себе бутылку пива поешьте хорошую колбаску представьте что вы сейчас в Мюнхе и и